всем привет с вами конного анна сегодня мы с вами будем тестировать новую косметику и смотрите что я еще заказала ну во первых это конечно же аж на стол не вмещается да вот это вот лакомая индейка для этой вот красоточки до алиса да вот для этой вот красоточки и очень прикольно получаться открываешь показываешь и она уже готова кушать алиса будет кушать будет девочка кушать сытая только что уже наелась артикул у нее 162 09 делала вот заказ недавно после уже подорожания цен 740 рублей она стоит от 2 килограмма 24 штучки по 85 грамм и 2 и 2 вот сочная говядина у нее самое самое любимое корм для кастрированных кошек стерилизованных вернее она кушать не стала говядина идет 24 штучки с артикулом 162 08 цена также единая на 740 рублей по моей цене с моей скидкой после регистрации такая вот большущая упаковочка для алиса это все тебе казала мама вот такую штуку что-то собралась консервировать и хочется артикул 910 059 набор для консервирования зеленый а также смотрите когда узнала что цены будут повышаться я побольше заказала сначала они стоили дорого а потом стали стоить опять дешевле намного сначала все ругались на ю тубе потом теперь стали ругаться значит это у нас идет ультра кондиционер для белья восточный пион мой самый самый любимый аромат 118 53 далее любимый мой самый гель а концентрированный артикул 118 42 гель для черного солнце обновления ткани получается 118 41 кстати лак у меня на ногтях тоже faberlic тут я еще наклейки попыталась от faberlic приклеить но не на этот лак надо было клеить я просто хотела проверить то сказал что плохо клеится тяжело клеить ну вот я попробовала на один накаток ничего вообще обычно сконцентрированный гель для стирки цветных тканей с артикулом 18 43 и вот еще обновились я так понимаю артикулы потому что аромат не поменялся в общем добавила я этот аромат в робот-пылесос я думаю а у меня с робот-пылесос все ароматизирует не тут то было у меня все стало липнуть вы представляете а я перемывала пол очень я такая смешная чувственное наслаждение 8006 чувствуется что там очень хороший парфюм какой-то добавлен чистая нежность это вот прям сиренька такая сиренью пахнет артикул 8005 очень классные штучки далее быстренько пробежимся тоже в вип-новинках было с ароматом лимона идет у нас с вами средства для мытья посуды артикул 8001 я так понимаю объем 250 мовой она с одной стороны маленькая но с другой стороны она концентрированная и его нужно немного и он не сильно пенится дальше значит моющее средство антижир ну что могу сказать с микроволновкой нормально справилась духовкой ну два раза пришлось нормальная штучка до фарту хорошо моет артикул 30 701 но не могу сказать что что-то мега крутое потому что грязи у меня никакой такой вы знаете застарела и к сожалению нету дальше значит вот такой вот обалденное универсальное моющее средство тоже как и это да вот эти новинки чем они выделяются у них идет здоровый микробиом дома они идут с пробиотиком то есть вот это вот прям супер крутая штука да она идет с натуральным пробиотическим мультикомплексом которые обеспечивают глубокое эффективное устранение общих уличных загрязнений пыли следов от солей и капель и воды очень хорошо помыли балкон вот этот смог до городской очень хорошо помыли артикул 307 2 0 понравился значит консистенция у него такая вот видите жидковатенько жидковатенькая да то есть обычный и пахнет он ничем это бы так сказала пахнет он ничем так у этого забыла да тоже такая вот жиденько и запах тоже к сожалению вообще ничем а ну хотелось бы хоть чем-нибудь тут вообще ничем далее обновился вот такой вот против бактерий и вирусов с артикулом 30 136 300 миллилитров но я думаю но такой же и остается потому что тут ну вот не указано что какие-то тут запахи новые еще что-то упаковка то есть такая же консистенция то есть такая же водичка можно обрабатывать все и в прихожей и игрушки ребенку можно обрабатывать обувь и запахи кстати тоже далее обновились у нас вот такие вот парфюмерные тоже идут с новым уже артикулом парфюм для стирки экзотичный холм 8009 я их уже пробовала отличные классные суперские кондиционеры у них конечно после стирки меньше аромата чем от faberlic home но если честно сказать они абсолютно одинаковые как и наши faberlic home но стоит дороже вот артикул 80 10 это парфюм бретонский бриз из упаковки они очень вкусно пахнут а вот когда я достаю из машины ну что-то как-то вот не знаю я не почувствовала особого аромата далее жидкое мыло с хлордексидином я не сказала бы что на жидко видите как воздух переходит медленно с такой вот консистенции запах у него ну тоже практически никакой она по ходу идет не только с хлордексидином но еще идет гипоаллергены линейка эксперт фарма это абсолютно абсолютно новинка одну штучку можно скоро на кухне из расходу и это классно артикул 2717 она обеспечивает чистоту рог не пересушивая кожу оставляет на ней легкий цветочный аромат вот цветочным ароматом не поняла я его не чувствую до составе средства высокоэффективные антибактериальный компонент вот такой вот у нас средства для стоп гладкие пяточки появилась в увеличенном размере а это говорит о том что его очень хорошо берут на такой вот она прям густенькая артикул 1290 ну это средство я конечно всегда любила люблю мини версию я беру с собой в отпуск в отдых потому что когда где-нибудь на песочке на море да на соленом и честно сказать пяточки начинают ругаться трескаться и так далее а тут идет глицерин бар и глицерин а это эффективно увлажняет питая даже самые сухие участки кожи ступней там можно локти можно хорошо очень мазать и также бальзама восстанавливать естественный липидный слой защищая кожу от обезвоживания пересыхания смягчая роговевшие участки стоп далее но мы я так понимаю мини версии шампуней у нас с вами появились то есть у нас были шампуней 380 малая а сейчас у нас шампуни появились 230 малые а вот сейчас мне в руке 05 99 восстанавливающий шампунь для поврежденных волос вот знаете меня что удивило по идее сначала выпускают маленькую версию там большую а тут что-то вот пошло не так что-то вот пошло наоборот шампунь бальзам для всех типов волос два в одном артикул 06 39 тоже прекрасные ароматы прекрасная консистенция в общем они мне очень нравятся но мой парикмахер лично до хочется вам куда пользу принести сказала что шампунь плюс бальзам это такая штука говорит ненадежная потому что шампунем когда мы голову моем чешуйки волосины открываются бальзамом и закрываем ну как это во время мытья закрыть волосы до закрыть вот эти чешуйки и так далее может быть я что-то не понимаю и она вместе со мной но все равно после шампуня 2 в 1 плюс бальзам все равно нужно наносить она сказала бальзам или масочку что-то вот такое с артикулом 06 38 интенсивно очищающий шампунь для жирных волос это я отправлю катюшки своей дочке у него как раз жирные волосы они прям все видите все такие вот жиденькие с артикулом 05 97 универсальный шампунь для всех типов волос да можно и сухие жирные волосы мы тоже здорово запах морожки просто попал мне в сердце очень вкусный запах и с артикулом 05 98 питательный шампунь для сухих и ломких волос дамы вот это вот девушкам уже жирной головой не подойдет там дам 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 дум сойдет ли моя кошка как реклама шампуня нет я шучу у моей кошки св ik why но тоже от faberlic с артикулом 0509 новый дезодорант антиперспирант защищает от пота до 48 часов а легкий персиковый аромат погружает в самые приятные мечты дарит уверенность себе но вы знаете ля крем дезодоранты люблю очень давно о какой яркий аромат прям яркий такой свежий персик персик захотелось прям натуральный персик сначала идео серия не у меня все стоят я их себе оставила потому что их открывал тестировал ну такой уже слишком много потом на четыре дня на три дня дезодоранты дезодорант спрей и сейчас вот этот мне вот в жизнь столько не измазать вот честное слово вот faberlic любит да вот что начнет новинка за новинкой только из этой серии ну что ж начнем с вами из тональных кремов помады мы с вами попробуем потом я их пока что отложу ну во-первых как вы видите все красиво упаковано в красивых коробочках ну посмотрим что дальше как нам утверждает компания faberlic что в составе 0 силиконов парабенов продукт животного происхождения парафина и минеральных масел полный список исключенных ингредиентов можно посмотреть на сайте то есть процентов ничего вредного нет это во первых да во вторых эта линейка создана как макияж для ухода за кожей эти все средства они биоразлагаемые и сама упаковка тоже биоразлагаемая тональные средства очень интересные есть сильно темные есть не сильно темные вот ну давайте же будем смотреть что написано в аннотации это многофункциональный тонирующий биби крем с комплексным уходом солнцезащитным фактором spf-15 представляете еще из труда на весну классный спф-15 в принципе да также у него идет бархатистая текстура с естественным матовым финишем вот это очень радует потому что некоторые тональные кремы реально блестят далее она выравнивает тон лица увлажняет и питает также очень богатый состав это гиалуроновая кислота витамин е далее органический экстракт центеллы азиатской и натуральный защитный фактор spf-15 ну что ж будем пробовать опять куча оттенков смотрите-ка почему-то мне два пришло даже странно все они тут 30 малые так одинаковые убираю но и начинаем 6550 слоновая кость мне кажется он же желтинкой причем с такой не слабой желтинкой я не могу сказать что это слоновая кость это желтенький это не то слоновая кость который лично я привыкла вообще в компании faberlic так дальше 6551 такой вот такой серенький такой хорошенький ладно хорошо далее 6552 теплый а его и ну вот этот мой наверное оттенок ну вот он мой вот этот вот запах знаете есть какая-то вот такая вот сластинка прикольная далее 6553 песочный бежевый ну вот этот тоже год неплохой песочный бежевый да дальше 6598 теплый бежевый так теплый бежевый вот такой вот кремовый достаточно интересный он мягонький такой приятненький и знаете такой жиденький и дальше 6599 а это чё 6598 забыла вам тут показать ну они конечно отличаются не вот 6598 он очень похож на песочный бежевый но и самый темный я так понимаю которого почему-то в каталоге я не нашла или может быть я плохо смотрю 6599 просто вот сюда нанесу ну это уже мне лично это для контурирования но никак по-другому да видите какой темный недавно вел проводила простой вебинар по бизнесу и там я контурировалась вот этими вот тональными кремами но мне понравилось но не этими именно а кушонами скорее всего он в ассортименте есть но может быть для россии он не так актуален потому что он видите темный да а к нам же присоединилась беси и очень много покупают девушек из других стран что я еще заметила не хорошо вместе работают да то есть можно создать какой-либо свой оригинальный оттенок между собой мешается хорошо нас тоже давайте смотреть пробовать наши кистью с паберлик 910 136 там я себе эллипсоид приобрела да из-за этого вот этот задний план у меня не очень красивый думала что он будет меньше и вот ошиблась и поэтому такой вид сзади так ну что ж поехали эти с вами вот консистенция как он течет можно так сказать сейчас будем смотреть как он меня замаскирует что-то я прям вся усыпалась вот я его развела я конечно не буду все все прям оттеночки на себя наносить потому что самое главное что хочется когда его пробуешь это посмотреть его в деле да вот все вы помните как мне если консистенция не понравилось то ни один цвет точно не подойдет ну конечно очень приятно что он идет ухаживающий так нанесите его легко приятно мне пока что нравится неплохой такой для вариант но я многовато выдавила его надо меньше на всю зону декольте потому что он очень хорошо разносится вот что я вам скажу там хорошо он прям такой экономный получается очень даже экономный потому что взяла зеркало потому что через камеру мне очень удобно за собой наблюдать что могу сказать в поры не забился нам отличная кисточкой до наносила морщинки не подчеркивает яркие до яркие какие-то недостатки не скрывает то есть хочется нанести еще дополнительно на это место ну и недостатки которые уже начали заживать он их уже как бы лучше к ним отнесся и практически замаскировал то есть маскировка у него ну на четверочку да то есть я не скажу что прям плотно плотно супер перекрывает но цвет мне подошел но вот тут не хватает маскировки то есть нужно дополнительно брать консилер ну по идее тональный крем не вот на туда написали было мне хорошо наносить под века наносить консилер века обходить но я все равно поверх консилера все равно наношу тональный крем ну в принципе да израсходую с удовольствием и если опять не успею израсходовать всю эту пачку и выйдут новинки я его больше не куплю а если успею израсходовать и до новинок то куплю хороший правда мне нравится чушение у меня есть небольшие но он их не подчеркнул все-таки есть у него в составе немножечко что-то светоотражающее потому что финиш может быть и матовый но есть такие вот блики блесточки что-то вот такое ну и давайте возьмем 6598 самый самый темный порисуем посмотрим пойдет ли он потому что если не пойдет я расстроюсь куда мне такой темный да ну да для контуринга для жидкого он подходит идеально прям отлично бронзера и идеально подойдет помните да какой вот жесткий темный для меня как контуринг он не рыжит и тушуется хорошо это тоже кстати кисточка фаберлик но такой сейчас в продаже нет но мне понравилось ну да такой неплохой до вариант коррекции вот не жир нет да в принципе такой легкий мягкий контуринг очень приятный ну и давайте посмотрим с вами пудры перейдем к пудрам пудры тоже идут в симпатичной упаковочке поэтому это может быть подарочная упаковочка это тоже прям натуральная пудра идет из натуральных порошков создает естественный финиш деликатно корректирует выравнивает тон кожи убирать жирный блеск не забивает пор и позволяет коже дышать содержит алоэ вера и экстракт граната то есть у нее нет ни зеркальца у нее нет ничего и получается что вам нужно отдельно до покупать под нее что-то так значит артикул 6595 фарфоровый следующий 6597 теплый бежевый значит теплый бежевый и дальше дальше тут на защелочке но до упаковочка полностью пластмассовая очень маленькая такая легонькая 6596 ванильно розовый ну да такой розовенький приятный вот свежести до лицу давать дальше ну вот этот опять-таки темный очень для меня 6692 на такой вот прям яркий конечно же больше всех мне понравился вот этот вот ванильно розовый прям вне конкуренции буду наносить кистью девятьсот десять сто тридцать пять чистенькой хорошенькой засунула ее в посудомойку и она начала облазить ну вообще-то кисти не моют посудомойки как я делаю но вот я решила так сделать по совету одного блогера больше не буду выжим поняли да что я вытворила так ну что ж поехали тех хочу смотреться в зеркало а ну отлично просто отлично даже на глади хочется нанести ну вот пудра она вообще закрепляет в тех местах где нужно брови сейчас еще будем помадкой красить ну вот смотрите да тоже вот начала наносить и тональный крем стерла ну и давайте попробуем вот этот но из-за того что он прям сильный сильный желтый я такие люблю наносить вот эти вот места и макияж уже можно сказать состоялся я большой кистью получился ровно красиво аккуратно подложка для тени не можно сказать готова также можно закрепить таким вот тёмный цвет он тогда не будет так вот решить и у вас получится натуральный контуринг как-то так сразу построили похорошели далее у нас с вами идут такие вот помадки для бровей это для меня тоже абсолютная новинка тоже в красивой упаковке и причем эти помадки они тоже ухаживают да то есть она идет с пудровым финишем для создания идеальной формы естественно цвета бровей ровно наносится не растекается не размазывается и тадам да да масло какао рисовый воск и органическое масло органы витамин е это для того чтобы наши брови колосились да так и значит у нас три оттеночка получается весь блонд есть коричневый 58 88 значит это коричневый 58 89 темно-коричневый прям стеклянная упаковочка представляете и 58 87 это идет блонд вот такие вот и оттеночка сейчас будем с вами получается пробовать первая помадка пошла на мне заклеена была только что схрустела отпала видите какая она густая прям густущая кисточка тоже идет для бровей от компании faberlic ну сейчас пока не подскажу ее артику ну в принципе никто что к темно не заставляет красить таможники чуть-чуть покрасить вот мне кажется вот это самый классный вариант почему можно жить совсем немножко нанести дано бровку вот таким образом и все но это уже там много просто набрано было да то есть чуть-чуть вот так вот нанесли раз разнесли и у вас нормальный цвет надо потемней пожалуйста делаете потемнее да вот как тут так кисточку возьму новую чистую 58 88 это получается у нас коричневый но она прям знаете тугая такая и не раздавишь дырку там не проделаешь но она знаете такая более теплая да можно тоже совсем-совсем черненькую нанести а можно немножечко да вот так вот подрисовать низ брови и зачесать кверху тоже неплохой вариант с помадками меня конечно удивили прикольно иметь ухаживающие за бровями помадки дальше 58 87 у нас с вами получается блонд он совсем светлый да то есть видите насколько светлее кисточки так ну давайте но им тоже можно накрасить очень темно он немножечко такой попрохладнее до чем коричневый потеплее чем вот этот вот получается черт темно-коричневый да немножечко потеплее все таки размазывается вроде бы размазывается но не сильно то есть но он не потечет точно не потечет от воды с ним можно купаться но брови не тереть то есть такая вот такой у него вариант будет что меня удивляет даже если сильно надавливает вообще никаких признаков что надавливает он такой прям вроде бы набирает хорошо цвет да вот видите я набрала там целую кучу мне кажется его очень надолго хватит потому что набирает великолепно так ну что же давайте будем половой хорошо да можно даже ровно рисовать куда хотите как хотите вот я обычно вот так бровь крашу я ее наношу вот так вот тут снизу потому что сейчас тонкие многие тут вот сверху потому что у меня татуаж особо тут прокрашивать ничего и таким вот образом надо обновлять татуаж да и все равно когда делаете макияж татуаж штука бесполезный абсолютно мне кажется он из-за тени сойдет но не буду сегодня экспериментировать но интересно может за подводку суду не за подводку плохо переносится потому что он более грубый тату еще надо больше на на блонд принципе все оттеночки моей смотря какой макияж да то есть сейчас захотелось натурального сделала натуральный ну еще что хочется сказать стирается хорошо обычными салфетками никаких тут въеданий в кожу ничего нету раньше великолепно далее новинка с артикулом 5875 цвет черный 10 миллилитров она идет удлинение разделения то есть она не объемная именно удлинение разделения и знаете что я тут опять начитала натуральная формула туши с органическим органовым маслом и экстрактом магнолии ухаживает за ресницами легко наслаивается и не оставляя комочков это сто процентов сто процентов я с ней проходила уже день она у меня даже не крошится легко смывается теплой водой да наверное да я что-то смывала но не посмотрела и тут еще идет био щеточка которая идеально расчесывать и разделяет реснички для естественного слегка загнутого эффекта до 99 процентов натуральных ингредиентов тушь хорошенькая клевенькая в такой вот симпатичной упаковочке вот она такая длинненькая тоненькая в общем все у то что поехали да мне она сначала показалось ой что никакого удлинения нет кисточка как вы видите очень удобно вот то что она такая тоненькая я даже вот у меня бывает такое что первый раз тушь и я сильно ляпаю до века а тут как бы а нет все равно заляпала видите я очень люблю прокрашивать реснички у меня реснички получается густые но они очень короткие видите короткие но они густые да то есть вот вот так вот если взять да не накрашенный глазик скаталась тоналочка но она тут в принципе не должна быть то есть вот они густые но очень маленькие и конечно после первого нанесения уже чувствуется да что нанеслось так нанеслось хорошо и вот дальше дальше поехали и они получаются такие длинненькие и худенькие да то есть ну вот так я бы их описала вот и уже после вот так после первого нанесения если вы ровненько нанесли отлично тушь в принципе да с первого раза нормально удлиняют но прям не так вот вау как например у нас было с вами на тушь вот мисс керл например но это опять-таки тушь ухаживающая то вы должны понимать вроде бы как два слоя приходится наносить но другой стороны она идет ухаживающая давайте чуть-чуть ее подсушим пока нижние реснички накрасим там разница на виду верхние века почему-то вот я вот сейчас смотрю мне уже нравится да а в камеру кажется что нижние длине верхних между повторным слоем должно быть где-то минуты две полторы две минуты где-то вот так даже при таком слое получать их лапок я не очень-то и наблюдаю вот такой вот у нее крутое удлинение но я хочу очень брать немножечко излишки нет это тушь понравилось сам одобряю ее ну и в пустых баночках будет конечно мнение кстати в халате faberlic очень нравится мне с халат безумно вы видите сами разницу в глазах действительно поднимают ресницы давайте вот так вот сделаем вот сюда в бок посмотрим и вот сюда да тут практически ничего нет а тут прям опахала такие ну что же следующем видео будут помады вот не совсем поняла как вот этими штуками пользоваться реально не поняла потому что они тут идут нескольких оттенков первый оттеночек такой вот розовый это идет сыворотка хайлайтер с легкой текстурой ухаживающими свойствами сыворотка мягко подсвечивает кожу придавая ей соблазнительное сияние вот способ применения данные несите небольшое количество хайлайтера на выступающей части лица и растушуйте кистью или спонжем или смешайте с тональной основой и дневным кремом или дневным кремом для достижения естественного эффекта внутреннего свечения что же давайте вот возьмем чистую кисточку по растушевываем до получится вот такой вот оттенок 6590 жемчужно-розовый но обычно куда хайлайтер наносим совсем-совсем такой прям какой-то блестящий получается очень приятный аромат вот честно вам признаюсь хайлайтерами шампань 65 79 значит вот он такой вот уже консистенция как он течет и он получается уже если это с розовинкой был да то этот вот такой вот с желтинкой получается тоже неплохо но это если нету то вот у меня вот тут вот появилась если морщинка видно то она уже выделяется получается ну да прикольно но и можно еще хоть помогу я не хочу на следующий обзор конечно же но давайте закончим уже образ потому что он получился незаконченный 41 к 113 помадка взяла наугад но я в домашнем халате мне сейчас все что угодно подойдет на такая идет полу просвечивающий и кстати повезло нет не совпадает с камерой камера врет что делать если она врат он более темный но но мне идет уже такая помадка приятная прям чувствуется такая маслянистая содержит масло авокадо масло семян дыме витамин f масло шеи экстракт орхидеи прикольно оставлять влажный блеск он тонченый цвет питательное покрытие то есть она идет не супер плотная да то есть упаковочка у нее такая вот обычная вот тут вот видите вот это вот защелочка есть маленький пупырышка да вот за него и защелкивается то есть нету ни магнитов ничего то есть упаковка у всей линии то вау то такая простецкая да не поймешь вот это например стекло помадка для бровей тоже стекло да стекло пипеточка упаковочка да такая цивильненькая да прикольная а например помада обычная пластмассовая то есть таким вот образ кстати у них отнимала сколько на сколько на объема давайте-ка посмотрим 6 а 6 месяцев открытая хранится 32 грамма кстати вот так хорошо передается цвет вот так вот если богом сделать то настоящий цвет передался что ж до встречи с вами в новых видео ставьте лайки подписывайтесь на канал